всем привет просыпайтесь новый день погода класс тепло я даже сегодня в платье я вам покажусь и в кроссовках великолепное настроение потому что я еду стричь кончики волос у меня опять будут волосы короче мне нравится когда у меня вот такая вот длина по плечи реально мне нравится больше и вы мне все пишите что мне так хорошо поэтому решила решила подстричь волосы вот ну собственно встретимся уже когда все произойдет потому что скорее всего я там нельзя будет снимать все это происходит подпольно что официально работать нельзя к сожалению к сожалению карантин у нас кстати ослабили и нашего мэра за это там суд вызовали как как-то короче дело на него завели по всем каналам показывают черкассы и мэра города черкасс небольшой город теперь знает вся украина хотя черкасса это центр украины самый центр украины черкасса принципе нас и так все знали но мэра вряд ли в лицо все знали а сейчас все телеканалы показывают нашего мэра и как это он так самовольно решил взять и ослабить меры карантина когда вот все страны вся наша страна вот указ президента все эти дела законы он тут вдруг раз решил послабить он объясняет почему он решил это сделать и и собственно говоря ничего ему не могут и сказать молодец наш мэр я считаю мое отношение к карантину как я уже писала в комментариях кому-то отвечала вот и многие это прочитали поэтому многие знают поменялось изменилось спрашиваете почему я раньше там все так сильно и маску носила и руки пшикала постоянно и постоянно все мыло там продукты перемывала сейчас этого почему-то не делаю изменилось отношение к этому я не хочу вам много об этом разговаривать я думаю что много информации так есть ю тубе в интернете кому эта тема интересна кто просыпается тот уже и сам эту всю информацию видит и понимает что происходит в мире и к чему это все ведет я не хочу поднимать эту тему по крайней мере сейчас это уж точно пока я сама в этом разбираюсь и у меня мое мнение есть но я его оставлю присоединить мы уже встретимся с вами когда у меня будут другого другой длины волосы а вот она я почти не изменилась но длина волос другая видите мне нравится так намного нравится больше хотя сразу не нравилось помните когда первый раз меня вика так подстригла я вроде как и хотела так но мне что-то не понравилось а сейчас так привыкла спасибо кстати вам за то что вы все об этом писали и я привыкла к новой себе так говорю вроде цвет волос поменяла и на осы подстриглась смотрите у нас маршрутках люди уже ездят не по одному по два капец я надеюсь что все будет хорошо и нашему мэру за это ничего не будет звоню маши мама иди в сад я занята ваш выклак понятно хотела просто узнать может она дома и я бы могла заехать потому что и здесь недалеко а я уже дома маша мне написала что у артема сейчас какая-то лекция там онлайн говорит не могу разговаривать если что-то срочное то я перезвоню попить воды я и сказал что ничего срочного хотела поболтать ну короче попозже созвонимся ехала домой разговаривала с мамулечкой как у нее там дела у нее там мистика за мистикой происходит вещи пропадают потом странно находятся короче вчера к ней заезжала домой то она мне вообще рассказывала такие истории что поверить в это очень сложно артема я не верю я ему потом пересказанных я не верю ли ну шума придумывает мне бы она не стала придумать она ведь ну как мы не может быть такого в общем а я знаете что сейчас буду делать смотрите что это это пилочки для ногтей тоже как мне не нравится вот эта синяя штука почему то я ее все время вижу в кадре посмотрите на мой маникюр это вообще нормально карантин я уже как чуко чупакакабра чупакабра длина ногтей длина ногтей буду избавляться сейчас от длины еще я один ноготь надломала но как не надломала и вот этот вот он у меня вот так вот шатается отходит вот сюда я вот так вот врезалась во что-то и он у меня так согнулся и отклеился до половины не весь в принципе я бы уже могла пойти поскольку мы уже выходим из дома и не относимся так сильно карантину как раньше как раньше я бы могла записаться мастер моя работает по маникюру но я решила отрастить ногти и полностью чтобы мой ноготь срос и немножко как бы походить со своими ногтями такой эксперимент насколько меня хватит без маникюра и именно чтобы сами отросли вот поэтому я сейчас собираюсь отрезать длину подпилять я не буду снимать сам ну как бы как это называется гель оставлю посмотрим как это будет выглядеть если будет очень ужасно тогда запишусь к мастеру и пойду сниму вот ну я думаю что можно будет и так взяла маникюрные ножницы и сейчас буду отрезать ой ого попробую отрежь чувствую нужно просто пилить долго пилить придется так ладно вернусь к вам в общем чтобы вы понимали я вот этими ножницами вот этими смогла отрезать себе всего лишь только два ногтя пока еще посмотрите все больше не могу отрезать на одной руке смогла отрезать на второй нет левой рукой не могу ножницами отрезать очень сложно один с трудом уже как топором обрубила а эти точно не обрежу буду просить артема мне обрезать их правой рукой чтобы он своей правой рукой обрезал я не знаю надеюсь я останусь пальцами другого выхода нет я вас спиляю сейчас загорятся кремчик из Таиланда кстати ох как мы успели в Таиланд слетать а чуть не проскочили хотели же перенести поездку отменить из-за того что нам деньги не возвращали и поездку не могли перенести агентство видите все что не делается все к лучшему мы полетели и слава богу потому что наверное не скоро теперь можно будет куда-то летать вот такие у меня сейчас ногтики смешные получились вот такой вот длины не прям все такие одинаковые потому что это было очень тяжело такую длину спилять намного удобнее боже мой я теперь хоть могу кулаки зажать а то уже все кулаки не зажимались оно так неудобно я не знаю как девчонки делают себе длинные такие острые ногти и ходят с ними что-то можно еще делать по дому пока так посмотрим на сколько меня хватит хорошо что такой цвет жду Артема с работы блинчики сделала не шучу вот видите целая тарелка вчера нажарила а сегодня крутила что-то ну я не что знаете что я его целую он мне принес цветы и не хочет чтобы я снимала это на камеру не надо показывать какие я цветы принес сирень я обожаю сирень я люблю очень сирень и люблю очень тюльпаны так нельзя такое показать смотрите боже мне очень нравится запах сирени котик я тебя люблю угу говорит неромантично у тебя там не арестовали бабулечки бабулечки говорю не арестовали тебя да да ладно такие злые бабки а такие злые бабки ну я говорю злые бабули да ты что мужчина что она ломает я говорю где вас так убить предложение не поступило да теперь будет пахнуть мне я даже их в комнату с собой заберем на ночь а у меня тут смотрите кто тоже с лаймой по всей квартире летают снимала видео я на джеслейф пэтс кому интересно никак не могу их назад в комнату вернуть то что то проще а лайма она диковатая поэтому сначала развлекали меня в комнате теперь вот здесь на кухне и я все жду пока тоша захочет идти к себе уже в клетку которую кстати сейчас мою и лайму с собой заберет но это будет тяжело вы можете посмотреть на джеслейф пэтс как я вот видите у меня там уборка клетки попугая называется видео почему-то любят об этом смотреть не знаю почему все просят сними уборку клетки попугая снимаю пока я мыло убирала у попугаев у своих клетку мыло Артемушка уснул ну так он лег посмотреть телек и вырубился мы собирались челлендж сейчас снять который передали нам Катя с Настей вредина лайф дочки и я вот уже переоделась думаю сейчас еще минут 20 дам ему поспать ну знаете минут 20-30 когда перекимаешь потом лучше себя чувствуешь потому что сейчас время пол шестого и если он сейчас совсем вырубится то он все равно проснется через 5-6 часов ночь короче жду пока сейчас Артемушка выспится и будем снимать челлендж боже там такой челлендж мамочка я смотрела как еще Лена с Костей это делали еще думала боже мой вся кухня в этом всем как потом это все отмывать и следующее видео выходит Катя с Настей и передают нам этот челлендж Жесть все мне пишут комментарии когда челлендж когда челлендж ну вот сегодня будем снимать вот а еще а еще 14 14 мая я записана на пудровый татуаж бровей хочу сделать легкое напыление чтобы просыпаться с бровями уже пару лет думаю об этом никак не могла настроиться ну вот в очередной раз крася брови и я была без макияжа просто накрасила брови насколько ну лицо сразу становится свежее и как бы четче что ли поняла что я все таки хочу скинула видео Насте это девушка которая делает татуаж приветули показываю тебе свои брови хочу татуаж вот вот чтобы вот так вот было вот так вот будет так если ты сделаешь мне или не будет или будет геморр хочу без гемора татуаж хочу брови без гемора пожалуйста скажи что это возможно она мне раньше делала красила брови мне очень нравится как она мне форму делает в принципе она меня и научила брови красить я у нее покупала этот ну как бы обучение ну разовое такое обучение когда от нее пришла и мы часа три наверное тренировались как мне форму ну чтобы я могла эту форму повторить потому что она то делала каждый раз хорошо а у меня не получалось так поэтому был период где я экспериментировала с бровями разный цвет там ну и черные были такие вернее не черные но темные и более квадратные и широкие ну короче и потом вот наконец-то я нашла свою идеальную форму которая мне нравится и если она мне сделает татуажик на пыление то это не будет так ярко вот как сейчас у меня брови накрашены вот но это будет естественно когда я без макияжа выглядит естественно они будут чуть чуть пошире и я по той же форме смогу быстренько быстренько подкрасить если мне нужно накраситься вот так вот потому что вечно у меня одна бровь шире чем другая вторая выше чем это ну короче косоглазие ну кто красит брови сам рисует себе тот знает что это не так легко у меня постоянно как-то они по-разному сейчас хоть одинаково ну да не одинаково сейчас более-менее одинаково бывает вообще вот это намного шире чем это хотя когда я крашу я смотрю мне кажется что все нормально а потом на видео когда смотрю видео вижу что одна бровь шире не знаю почему так происходит когда я стою возле зеркала я уже конкретно знаю этот прикол свой конкретно понимаю что одна бровь у меня шире левая и все равно рисую ее шире вот попрошу Машу чтобы она тоже пошла со мной на татуаж ну чтобы могла снять этот весь процесс я думаю это будет интересно вот но Маша мне так и до сих пор еще не перезвонила я ей сейчас написала но она не прочитала до сих пор у них лекции я делала онлайн не знаю так ладно сейчас позалипаем немножко в телефоне и пойду будить Артема чтобы снять челлендж очень смешной Ого только что звонил телефон вот прям здесь и Артем его не услышал это рабочий телефон который на который он реагирует вообще среди ночи будет звонить и он проснется не проснулся 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 ты телефон слышал свой? только что звонил да телефон вон он ого ты так крепко спал минут сорок спал минут сорок спал да привет так туда сама подъезжай ну я выйду ты уходишь? да ухожу от вас купишь майонез на обратном пути? нет надо майонез и кетчуп? нет ну тогда я пойду нет надо для челленджа нет надо мука, яйцо, майонез и кетчуп у меня только яйцо и мука есть у меня только яйцо и мука есть так шо, не сходишь, майонез? сходишь? сходишь? шо? пока артем 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 ну пошли уже пора снимать артем у меня кризис я боюсь камерой кризис среднего возраста? молодого а у тебя был уже кризис среднего возраста? молодого да? а что не видно? нет ну ладно, может еще будет а что там с мужчинами делается, когда у них кризис среднего возраста? они ходят гулять а, находят 18-летнюю девственницу? да и учат их жизни? нет, просто рассказывают им разные истории учат жизни? так ты же понял, да? да никаких кризисов вставай, пошли нам надо снять челлендж какой? в муку сейчас будем нырять на камень, ножницы, бумага вот так, камень, ножницы, бумага раз, два, три а сколько раз так надо делать? ну, сначала давай, я сейчас тебе будем снимать, и я расскажу аварита ты ниже забавишь футболку подушка подушка конечно странная но я не думал что такой короче мы уже почти готовы к челленджу и сейчас будем начинать снимать артем вообще еще не врубился чтобы сейчас происходить вот так надо сказать давай да надо давай приготовить подписывайся на канал в виктория